К островоположникам славянской астрологии это братья, которые считаются основателями славянской письменности и культуры. Это Кирилл и Мефодий. Кирилл и Мефодий, вот именно эти два брата, это исторические личности, они были родными братьями и Кирилл и Мефодий считаются островоположниками славянской письменности, а конкретно то, чем мы дышим, а именно это так называемая Кириллица. Кириллица так называется наш алфавит, почему? Потому что имя Кирилла и Мефодия, Кирилл это младший брат, а Мефодий был старше. И Кирилл ушел из жизни, хоть он был и младшим братом, он ушел из жизни первым, и звали его Константин. Вообще он был не Кирилл, а Константин. А Кириллом он стал незадолго перед смертью. Вот как гласит история, что царь вызвал к себе двух братьев Константина и Мефодия и послал их в славянскую землю. 1863 год. Его звали не Кирилл, он был Константин, но потом он перед смертью стал Кириллом, и поэтому наша вот эта азбука называется Кириллица. А каким образом, причем здесь астрология, каждая, каждая буква, каждая буква Кириллицы, она кодирует дни и годы. То есть здесь получается, буквы, они работают как планеты, и в связи с этим, вот это тоже мистическая история, вокруг символа спецоперации, мы его с друидами, помните, обсуждали, что вообще-то буква З это буква Терна, которая есть в дате рождения Владимира Владимировича. Но про Терн рассказывать людям невозможно, потому что Терн это из, как бы, вражеской, ну, из другой культуры кельтской, и всем объясняют, но люди когда спрашивают, а почему З это символ спецоперации, что буква, во-первых, не наша буква, во-вторых, что она означает, да. Люди задают вопросы и официально им объясняют, что вот этот логотип спецоперации, это славянская буква Земля, которая действительно похожа на Z, но только там еще такой вот есть, как бы, внизу хвостик, да. Да, что это не типа из английского алфавита, хотя на самом деле из английского алфавита, но, потому что иначе тогда надо было бы символом делать не Z, а именно вот эту, да, с хвостиком, да, славянскую букву Земля. Но в любом случае, в любом случае мысль весьма символическая, потому что вопрос Земли всегда для славян стоял ребром. И вопрос, который стоял ребром, я помню, вызвало дикий интерес, когда я когда-то дал вот расшифровку, публичную расшифровку этих букв, и там предлагалось смотреть на первую букву имени человека, и именно трактовка буквы через славянскую культуру, но имеется в виду, например, что АЗ, вот все имена, которые на А начинаются, Антон, Алла, ну там... Александр, да, что на них воздействует буква АЗ, а у каждой буквы есть свое, как у планеты, свое сакральное значение. Или, например, вот буква Б, Буки, хотя есть прекрасное имя, например, Борис, но вот славянских имен вообще не так много, а на букву Б имен Борислав, ну Борислав это тот же, производная, да, от Бориса почти нет, а Б считалась в кириллице буква, которая подвержена, выражаясь нашим языком, чернолунным воздействием. И в этом смысле абсолютно славянски раскрывается образ первого президента России, Бориса, который, к сожалению, не смог победить с луной в водном знаке и во втором доме своей склонности, да, и был подвержен, ну вот, некому известному, увы, распространенному пороку. Я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что все Борисы нельзя обобщать, алкоголики или там что-то такое, но хотя бы такое вот понимание, оно интересно. Или вот, например, буква В, ВЕДИ, которая символизировала, что человек под воздействием этой буквы стремится, ВЕДИ это ведать, изучить все на свете, все понять, и все, что на В, это связано с энергией буквы ВЕДИ. Вот, кстати, я про А не сказал. А это АЗ. АЗ это означает и начало, и один. Поэтому на А давать имя, я не говорю, что это плохое имя ни в коем случае, но ты или человек одинокий, или ты во всем, допустим, если ты Алла, Анна, Александра, ну или Александр, Алексей. Лидер. Не то чтобы лидер, а тебе все придется делать самому или самой, да. В этом будет твоя судьба. Г. Глаголь. Глаголь значит глаголить, то есть говорить, выступать, поэтому воздействие буквы глаголь, оно связано с ораторским талантом, и там еще одна буква будет про ораторство. Д. Добро. Добро, в смысле накапливать добро, куртки кожаные три, и, да, и еще много-много всего. Это если имя на букву Д. Кто видел человека с именем на букву Д? Д. 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 Добро. Буква ЕСТЬ. Буква ЕСТЬ. Это вот есть две буквы, которые очень символически означают большое жизнелюбие. Большое жизнелюбие – это буква «есть» и буква «же», которая означала «живете», «живете». То есть, еще раз, в чем смысл? Буквы кириллицы, они имеют кодовые слова, а эти слова обладают описанием характера и судьбы человека. А вот «веди» – это ведьма не оттуда, нет? Оттуда. И ведьма, и все другие слова «ведать», «ведунья», «ведунь» – это все отсюда. Итак, совершенно верно. «Есть» – это от жизнелюбия, и люди, которые любят жизнь, и буква «есть» тут в двух же смыслах, да, у нас слово «есть» в смысле существовать и «есть» в смысле питаться. Это несет буква «е». Обратите внимание, что буквы «ё» там пока не было. Она пришла, да, она пришла потом. Буква «ж» живете, люди, которые любят жизнь. «Зело». «Зело» в виде английской «с», вот этой, как логотип доллара. Что такое «зело» по-славянски? Очень. Очень, да. «Зело» тороплюсь на лекцию. «Зело» там что-то такое, да. «Зело» очень. И это буква, которая означает, что человек спешит, ну, не в плохом смысле спешит, а торопится все успеть, все сделать. Очень, так сказать, задействован в жизни. Буква «зело». И когда мы все эти информации поднимали, то оказалось, что произошла трагическая с Кириллицей, трагическая такая беда. А именно «ё» не было. Не было. У Кирилла «ё» не было. «Ё» добавили. И периодически пытаются её, эту букву убрать. Ну, мы с нумерологами обсуждали. Помните, что в паспорте... Так-то она по фамилии Королёва, а в паспорте она Королева. Где справедливость? «Ё» добавили. «Азело» пропало. А «Зело» пропало. Пропало эту букву, выкинули. А она типа вот этого сетеврата. Она такого меркурианского свойства, что всё успеть, всё сделать. Да, «Зело» пропало. И вместе с «Зело» пропала возможность добиваться хороших результатов, быстрых результатов. Почему жалуются, что у нас всё всегда как-то медленно, всё, значит, ремонт вместо года делался три, это вместо там сколько-то затянули, ну вот это вот, что всё-всё затянули, затянули, всё долго, всё медленно. Это постоянные жалобы во всех сферах нашей жизни. Мы всё время слышим жалобы на это. А почему так? Потому что убрали букву «Зело». Поэтому, коллеги, если войдёте в комиссию по русскому языку, есть такая, требуйте восстановления буквы «Зело» исторической. Ладно, пусть «Зело» останется, потому что без «Зело» тоже у нас ничего не движется. Пусть «Зело» остается, но верните «Зело», верните «Зело», потому что... Земля. Нет, «Зело» это земля, земля и была, и остаётся, у них разный смысл. «Зело» это эффективный жизненный процесс, когда всё спорится, всё схвачено, когда у хозяйки всё одновременно делается, всё кипит, муж лежит, всё как бы пристроено, и всё, да, да. Это вот всё зело у неё. Свет женщины называется, да? А теперь ничего не делается, а муж лежит. И в итоге, в итоге процесс не движется в доме вообще никуда, к светлому будущему. А имя какое на зело? Да нету его. Вместе с буквой. Вместе с буквой. Нет буквы, как могут быть на несуществующую букву имена. У белорусов есть. Они это говорят дз. Вот дз. У них есть такое. Вот у них есть, да. Напомню, что они славяне. Как и мы восточные. Вы помните карту славян, что есть славяне южные, западные и восточные. Западные славяне это чехи, словаки, поляки. Южные это вся Югославия. Там много. А восточные это три ветви. Это русские, украинцы и белорусы. Вот белорусы зело как-то сохраняют. И поэтому, если вы бы пожили в Беларуси, вы бы заметили, чем они отличаются от нас. Они более во всех делах своих собранные. Более оперативные. То есть вот это вот, когда надо сделать быстро, а не сделать в два раза дольше, то вот они такие. Да, да, потому что они такие. Они такие. А мы зело потеряли, ее зато приобрели. И с этим ее мы пересидим. Поэтому не жалуйтесь, если что-то долго. Это нормально. Без зело все будет долго и не по расписанию. Дальше буква земля. А буква земля это как раз ценители земель. И когда, я честно вам скажу, я не знаю, кто автор символа спецоперации. И никто этого не знает. Может быть, когда-нибудь мы узнаем. Я слышала, что это западные войска. Потому что там не участвуют восточные. А не авторы символа спецоперации. Нет, нет. Потому что в основном западные войска начали операцию. Нет, это вы отвечаете на вопрос, почему, З. А я сейчас спрашиваю, кто, как фамилия этого человека, который эту букву придумал. Но тот, кто ее придумал, поступил зловеще. Почему? Потому что если все-таки это именно соотносится со славянской буквой земля, то это означает, что вот этот процесс вокруг территории, этот процесс может идти чуть ли не бесконечно долго. Впервые в Сирии на танках стали наши военные. Это в Сирии еще пошло? Может быть. Там на спецтехнике, на самолетах, на танках. А в Сирии-то, ну ладно. Может быть, это зюйт? Это тайна. Тайна. Буква «Земля» означает в славянской культуре максимальных ценителей земель, земельных угодий, просторов. То есть, чтобы земли было как можно больше. Вот такие версии столько, что загадки. Но, если цеплять все-таки вот эту вот славянскую землю, то тогда процесс может идти бесконечно долго. Передел земель, передел территорий. Для человека, имя которого на букву «З» вопрос территорий, вопрос самый острый и горячий. Про букву «Зело» хочу сказать. Вот сейчас вот «Дзен» ввели, да? Вместо Ямликса «Дзен». Это «Дзен» это и есть «Зело». «Дз» это «Зело». Может быть, или сейчас вот поднимется все? Ну «Дзен» очень успешная площадка, поэтому. Поэтому «Дзен» очень успешная площадка. «Зело» прекрасная буква. И еще, кто пользуется «Зело», это только две палочки добавить. Да, логотип американского доллара. Они не из славянской азбуки брали логотип. Там история совсем другая. Это история человека, эту историю мы знаем, она у нас есть. Это «Кто придумал доллар», он просто соединил каллиграфически две буквы. «ПС», «ПЕСО», от испанского «ПЕСО», там славянского ничего нет. Но по факту-то это славянская буква «Зело», и то, как могла бы процветать Россия, в итоге процветает Америка. У нас была раньше, чем у них эта буква, эту букву выкинули. «Зело» выкинули. Это как с органами, когда медицина пришла к мудрости и говорит, что лишних органов не бывает. Ну, что-нибудь отрезать лишнее. Также с буквами лишних букв не бывает. Дальше идет буква, которая «И», но обратите внимание, что она изначально вот в украинском языке, не знаю, как в белорусском, в украинском она так и сохраняется. Кто видел, что там есть как английская «Ай» вот эта палочка? Это «И», наше «И», и вот эта буква «И» означает большую потребность в союзах. То есть ты и еще кто-то. Ты и еще кто-то. Потом буква, которая не стала «Иже», точнее «Иже», это буква, ее уже потом не стало. Дальше буква «Ка», «Како». «Како» – это не про «каку», а это про сравнение. Это, ну так, мы говорим сейчас «как», да, ну типа «холодно, как зимой», или «красиво, как в музее». А говорили «како», и вот это «как» означает необходимость, потребность все время кого-то с кем-то с чем-то сравнивать, да. Сергей Ильич, извините, а вот эта «Иже», это она как «Н» пишет? Там не совсем так. Там наискосок чуть-чуть? Да, чуть-чуть наискосок. В напечатанном виде я просто сейчас даю вам как бы общее знакомство с буквами, и каждая буква, вы поняли, это и дни, и годы, потому что есть привязка букв к календарю. Буква, буква «Л» – люди. Люди, буква «Л» означает люди. А что значит люди? Это значит, что надо все время, потребность быть с людьми, быть не в одиночестве, то есть быть в гуще событий. Буква «М» – мыслите. А мыслите, то есть буква «М» призывает к тому, чтобы человек много сидел и думал на «М», если что-то начинается, называется. Мыслите. Буква «Н» – «Наш», «Наш», «Н» означало очень важное для славян «наша земля», или «наши люди», или «наши веди», «наша «Н», то есть то, что принадлежит, да, принадлежит тебе, поэтому «Николай», «Наталье». Надежды, «Надежды», «Нины», да, они очень берегут и людей, и вещи, которые им принадлежат, это «наша». Буква «О» означает «Он». Что значит «Он»? «Он» – это значит мысли о каком-то постороннем человеке, то есть с которым вы не знакомы, или вы знакомы, но вы о нем думаете, говорите, когда его рядом нет. Вы говорите «он» или «она», ну то есть вы о ком-то думаете «он», и отсюда имя на «о», у кого имя на «о». Ну да, да, я имею ввиду из присутствующих. Ну еще Оксана на «о». Да, подразумевает… С человеком издалека, то есть когда имя на «о», либо он жених ваш, ну допустим он живет, он русский, ну или в общем такой же как мы, но живет где-то вот… А может быть это и речь идет о том, чтобы создать пару с людьми, которые вообще из других стран. У кого есть такой пример? У меня пример есть. У меня одноклассница, подружка Оля, которая у меня ездила в Зеленоград, в Калининградскую область. Она вышла замуж там, когда они уже уехали туда, она вышла замуж за Прибалтами. О, вот это чисто по-славянски. Сядь мой Олег, тоже он жил где-то там в Узбекистане, а женился на моей сестре из Душанбе. Прекрасно, а Душанбе это Таджикистан, да. У меня подруга Ольга, ну она вышла замуж, кстати, за Татарина, вот, но родилась она под Киевом. И она не мусульманская. Она не мусульманка и родилась она не в Башкирии, а в Башкирии. Так что, буква О, она работает, по-нашему говоря, как формула эмиграции. Буква О работает как формула эмиграции. Венера в Стрельце. Да, и как Венера в Стрельце, совершенно верно. Нашли себя? Я себя, да, вера. Вера, значит, в виде собирать знания. Дальше, буква П, покой, покой. Эту букву так любили, что до наших дней дошло покоем, говорят. Покоем, это значит, а? Помещение, да? Да, буквы, в виде буквы П. Очень любили букву П, у нас столы любят буквой П. В ресторане, если нас спрашивают на банкет, как будем столы? Буквой П или буквой Т? Ну, Т это вот президиум, так, а эти перпендикулярно к нему сидят. Или буквой П, или там на свадьбу. Слышали же такое? Да, конечно. У нас дома и раньше, и сейчас любили строить в виде многоквартирной, многоподъездной в виде буквы П, вот так вот. То есть буква П у нас очень в чести, почему? Потому что П означает покой, а покой не в смысле покой, вот, ну, ты сидишь, тишина, а от слова покои, покоями называли внутреннее пространство домов и зданий, помещения. Покои, а слово покой имелось в виду, что ты пришел домой, и там никто не орет тебе на голову, и ты, так сказать, в своих покоях, в покое находишься. Обрел покой. Обрел покой. Обрел покой, да. У себя дома. Ему можно. Да. Главное, чтобы на него не орал. Да. Да. Поэтому покой, это люди, которые больше всего ценят дома и квартиры. Ну, то есть там, где вот их покои, где они могут чувствовать себя, ну, имен на П не так много. Петр, Полина. Павел. Павел, да. Прохор. Прохор. Совершенно верно. Покой, да. Следующая буква РЦИ. РЦИ, это от слова речь. Речь говорить РЦИ. РЦИ, то есть это на Р, это те, кому важно, кому важно, похоже, как у нас уже была такая буква, помните, глаголь была. Да, выговорится, совершенно верно. Вот поэтому, если зять Руслан, то дайте ему выговориться. Пусть он скажет, наконец, все, что у него на душе наболело. Или там, Роксана, ну и так, на Р, это РЦИ. Так и внутри она тоже работает. Да, совершенно верно. А С, это слово, это тоже вот говоруны, но в отличие от РЦИ, С, имена на С, означают, что это люди, которые предпочитают не просто что-то рассказывать, а именно вот они вот слово, они, значит, выступают по каким-то особым поводам, да, с каким-то словом важным. Вот это буква С, поэтому все имена на С, это тоже вот, и потом такие редкие славянские имена, как Светлана, например. Вот на С, да, это то, что про С. А вот дальше у нас идут те, кто Т твердо, твердо, Т это твердо. И что значит твердо? Это значит уметь быть такими упорными и твердо стоять на своем. С точки зрения знаков Зодиака, нынешние конфликты, нынешнее противостояние, то, что вот мы подтвердили по сетеврату, может иметь длительный характер, потому что, если мы вспомним эту карту славянскую, по знакам Зодиака Россия-Водолей, а Украина, кто помнит? Телец. Телец. Противостояние двух каких, по кресту я имею ввиду. Понятно, что они по стихиям разные, мы воздушные, а Украина, телец, земля, земная стихия, но по кресту одинаковые. А фиксированные, вы же помните, они самые упертые, мутабельные, как-то лавируют, как-то гибко, гибко меняют свою точку зрения, подстраиваются. Кардинальный, он периодически совершает рывки вперед, прорывы какие-то. А фиксированный, рогом в стену упрется и будет стоять долго, чтоб стена упала. А если стена не падает, все равно будет стоять. Да, потому что в этом смысл фиксированности. Противостояние двух фиксированных нативов имеет тенденцию к очень длительной истории. Ну, потому что никто никому что? Да, никто никому не хочет уступить. Твердо, это я букву Т комментирую, твердо стоят ни шагу назад. У нас же страна Сатурна, нам-то затяжная выгодная, в нашу пользу будет. Ну, в каком-то смысле Сатурн нас поддерживает. Даже развороты Плутона, там же финансовая система может рухнуть, а наши уже вывели оттуда все активы. Итак, дальше идет буква У. Она изображалась как УК. УК. Буква У – это указ. Буква У означает царский указ. Это буква, которая несет чиновничью энергетику. У – указ. У – это от указ. Поэтому буква У дает успех в карьере, особенно на государственной службе. У нас не так много имен на букву У, и то сейчас так уже детей. Ульяна. Ну, Ульяна, да. Ульяна. 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 Нет, ну есть, да. Ну, сейчас как-то… Уриил. 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 Уриил – это из другой области. Это Архангел, наш покровитель из западной астрологии. У – это указ. Дальше ФЕРД. Ф – это ФЕРД. Что такое ФЕРД, кто-нибудь скажет? А? Ну, значение. ФЕРД. ФЕРД. ФЕРД – это тот, который… Так что, если дочь за ФЕРДОРа вы не выдадите, то… Вот и… Внуков будет немало. Правда, да, с ФЕРДОРами проблема. На Ф у нас тоже перестали называть. Вообще, благодаря Али Борисовне, все теперь девичьи имена свелись к имени Кристина. И каждая вторая девочка называется сейчас… А? Да, Кристина. А вот это на Ф, на У имен уже… Имена есть, но они не используются. Ф – фертильность ФЕРД. Дальше буква Х – ЕР. Но, коллеги, это очень уважаемая славянская буква. Очень. И означает она совсем не то, что кажется. Вовсе другое. Она означает, как ХЕРЦОГ. То есть, как ГЕРЦОГ, но говорили на Х – ХЕРЦОГ. А ХЕРЦОГ – это значит человек титулованный из высшего сословия. ХЕР из другого сословия не бывает. Поэтому нужно запомнить, что буква Х означает высокий социальный статус. Это, наверное, еще с тех времен пошло, когда право первой брачной ночи было только утитулованной косой. В том числе. В том числе. В том числе. Дальше, коллеги. Буква Омега. И буква Омега, она уже ближе к концу, ее не осталось. Она из греческого алфавита. Букву Омегу, как и Зело, убрали. А жалко, что убрали. Потому что буква Омега означала людей, которые могли исследовать самые неизведанные земли, первопроходцы. Первопроходцы открывать, открывать неизведанные земли, в общем, расширять, так сказать, географию. Да. И начиная с буквы Ц, ЦИ, она означала ЦИ. ЦИ отсюда ЦИК, ЦИК, то есть ЦИЦ, молчи, заткнись. ЦИЦ, это значит молчи, и начиная с буквы Ц, идут так называемые плохие буквы. Это феноменально. Братья описывали вот эту азбуку славянскую жизни, как разделение на мир добрых людей, а внизу, как в аду, буквы плохие. И, кстати, их все почти убрали. Их выкинули. Этих букв в современном русском языке нет. Почти нет. Но буква Ц есть, а буква ЧЕ нету. Как Игрик она. Ну, ЧЕ есть, но она и у нас по-другому же пишется. Не так, как вот ЧЕ. ША, ЩА есть, твердый мягкий знак есть, но там, обратите внимание, что твердых знаков было два. И вот эти все последние буквы, которых уже давным-давно не осталось, они означали воров, преступников, убийц, душегубов. А поподробнее можно? Ну, про разновидности. Например, ЕР, ЕР, который обозначает, вот если вы посмотрите, есть ЕР, это мягкий знак, есть ЕР, ЕР это твердый знак, ЕР это воры, это воровская буква. И когда издательство Коммерсант избрало своим логотипом твердый знак, то с точки зрения славянской, не знаю, понятно или нет, это было очень знаковое. Ну, есть Коммерсант, там у них и газеты, и журналы, крупное такое издание о финансах, о коммерции, и у них вот твердый знак, это их, у издательства Коммерсанты их официальный логотип. А если обратиться к славянской истории, то это символ воров, тех, кто, в общем, ну и так, таким образом, ну это пока только такая была первая экскурсия по буквам. Субтитры сделал DimaTorzok